Денис, приветствую тебя на нашей очередной неделе батла. Мы, собственно, в хорошем расположении духа, с хорошим настроением, в здравии, с тобой снова заступаем на очередную неделю противостояния. Ну, конечно же, это громкое слово, все мы прекрасно понимаем, что мы с тобой ничуть не конфликтуем, мы просто делимся субъективным мнением рынка и стараемся, опять же, помочь кому-то принять торговое решение конкретное. Я думаю, что сегодня мы с вами, друзья, остановимся еще на ряде инструментов. С Денисом уже поняли потребность того, чтобы анализировать в плоскости технического анализа и фундамента именно одинаковые торговые активы, поэтому будем придерживаться, опять же, ваших пожеланий и действовать в этом русле. Денис, ты как, хорошо меня слышишь? Да, конечно, замечательно. Здорово. Ну что тогда, давай начинать. Если хочешь, можешь вернуться к старым идеям, если хочешь, можешь уже переходить к тому, что планируешь рассказать сегодня. Слушаем тебя. Да, собственно, обо всем по порядку сейчас будет. Сделаю показ рабочего стола. Замечательно, мне должно быть уже видно. Да. Значит, изначально, вот, мысль, которая у меня по фунту, я бы хотел именно с фунта начать. Мы с вами на прошлой недельке как раз его обсуждали. Я говорю о том, что у меня есть два варианта с абсолютно одинаковым конечным результатом, то есть с верхушки это была коррекция вниз. Самая дальняя это в район приблизительно там 1,19-1,20. То есть это как самая дальняя часть коррекции, потому что именно здесь сосредоточены самые основные типы, наиболее важные мощные опорники. Ну и, собственно, один из них еще вот, его цена как раз не прошла, и именно от него дали реакцию, что, в принципе, вполне ожидаемо. Потому что в сочетании был вот здесь вот зонкой продавцов. Вот, что есть сейчас? Как видишь, я вот удерживаю здесь потихоньку шорты, но это еще с прошлой недельки. Почему они здесь взялись? Потому что прошли вот этот опорник. Видишь, очень крупный есть вертикальный объем, который, соответственно, в его диапазоне цена колбаса на колбаса, и все-таки его прошли. Вот, я выходил немножко раньше, не совсем дождавшись подтверждения, но иногда просто бывают такие моменты, ты знаешь, уже на уровне, наверное, интуитивного восприятия, то есть уже просто чувствую, что сейчас начнется кипиш. Вот, поэтому что-то наоборот. Опыт дело такое, да, согласен. Вот, я бы хотел, конечно, дождаться, то есть мои мысли на данный момент все-таки шортовые, по фунту единственное. Я вот своим ребятам тоже в подписке по анализу посоветовал все-таки риски уменьшить. Почему? Потому что у нас такая картина интересная. Зажали очень сильно фунт с опционной точки зрения, фунт очень жестко зажали здесь в диапазоне, и нижние границы у нас здесь, и недельные, и месячные, они вот прям вот на этих уровнях, 1,2280, 1,2290 в этом диапазоне. Здесь достаточно дорогие премии. Вот, следовательно, 1,2 маржиналку прошли, но это не то, чтобы важный показатель, это скорее один из поводов для изменения тенденций. Поэтому, в принципе, я ожидаю как, что здесь, если накопление мощное действительно произошло, его будут разгружать. Как его будут разгружать? Либо это второе такое же мощное будет накопление, либо же здесь, ну, примерно по времени затратят чуть меньше того, что накопили вверху, и все-таки разразится вниз. Ну, мне бы хотелось, конечно, этот вариант видеть, потому что я считаю, здесь очень такие вкусные есть возможности прокатиться. Ну, для меня это коррекция, для тебя это полноценный вариант, поэтому тут, наверное, больше игрослов будет. А вот с этого же диапазона я буду потом серьезно рассматривать возможность лонда. Ну, как мне кажется, коррекция еще не закончена. Тем более, если еще подключить кумулятиву, здесь есть такой очень момент, который мне, скажем так, и нравится, и не нравится. С одной стороны, у нас был сделан разворотный свинг по отрицателям кумулятиве, то есть означает, что все продажи, которые здесь по рынку совершались, то есть это были у нас фиксации покупок нижних и, соответственно, набор новых продаж. Флетели, флетели, ждали, ждали, накапливали, разгрузили частично, и сейчас идет до набор. И вот здесь вот самый интересный момент. Когда вчера была просто мощнейшая отрицательная кумулятива, сегодня по классике что происходит? Обычно всегда это обновляется движение в противоположную сторону, мы это сделали по цене, получили обновление вчерашнего максимума, и вот теперь как раз будет борьба, потому что у меня диапазон 1,2350-1,2420 как раз выделен, и идеально, вот можно даже увидеть, сколько здесь подписывает, хай был 1,2350 и 1 пипс в пятизнаку, то есть, в принципе, точность ювелирка получилась. Ну, в общем, я за селл на 1,20, если сюда пройдет, я буду просто счастлив, потому что это 350 пунктов прибыли. Это мое такое чисто техническое мнение. Так, и я бы еще хотел нефть. По нефти я помню твои мысли, что шортовые в плане того, что ОПЕК не договорятся, в принципе, я отчасти разделяю на самом деле это мнение, что нефть действительно по большей части шортовая, но, опять-таки, оперирую в данном месте посмотреть на тренд, но мне кажется, это очевидно, да, что тренд вниз у нас все-таки падающий. Да, но здесь тоже есть один такой небольшой подвох. Я в том, что просматривая вот этот нюанс касательно, сейчас объясню касательно чего. Во-первых, у нас нижнюю границу начали так неплохо подпирать. Во-вторых, на появлении крупного опорного объема его перекрыли выше. Вот здесь вот я очень внимательно следил на прошлой неделе, потому что я ожидал, что с этого накопления попытаются выйти вниз. Шортить я не стал, потому что ситуация, здесь очень большой стоп был, поэтому я не псих с такими стопами работать. И, соответственно, ожидал действительно выхода вниз. Но получили небольшое накопление, которое в итоге перекрыли вверх. Очень часто подобные накопления, цена к ним возвращается, и с него делают выбор. Я для себя поставил две цели. Это 30 и 35. То есть это две цели. Дальше, честно, у меня под большим вопросом. Да, гэп когда-нибудь закроет, но не хочу гадать, когда именно это будет. Ориентируюсь сейчас разве что на верхние границы рынка. Они в данном случае у нас вот где находится неделька, текущая, которая в пятницу проэкспирируется по акциону. Вот у нас неделька премия следующая находится. Но здесь я не вижу, чтобы прям такие дорогие были данные премии. То есть это скорее по цене, естественно, наберут, когда цена будет у нас двигаться выше. Ну и плюс ко всему, обратил также внимание на то, что у нас, вот у меня красным цветом подсвечено, это наиболее крупные недельные профили. И все-таки раз, два, три, три скопления вот здесь внизу. То есть однозначно накопили огромный объем, чтобы его сбросить, но не так просто будет пробить вот эту вот область. Опять-таки это с точки зрения вот именно объемного анализа, что для меня, собственно, является основой. Вот. И я думаю, что если цена и спустится в эту область, то отсюда можно будет хорошенько ее вшортить уже. Ой, влонговать, мы взяли. Говорка по фейду. Можно будет влонговать уже на следующий контракт. Поэтому я все-таки, если немножко противовес скажу, я все-таки выступлю за лонги по нефти с целями 30 и более дальние на 30. Денис, большое тебе спасибо за такую аргументированную позицию. Давай тогда я у тебя перехвачу инициативу. Тоже демонстрация экрана. Давай с удовольствием послушаем. Так, видно сейчас график, да? Да. Отлично. Ну, по фунту я думаю, что это будет приятная новость для тех, кому интересно наше с тобой солидарное мнение. Я разделяю твою позицию сейчас. Или, может быть, ты примкнул к продавцам. Ну, неважно. Самое очевидное, на мой взгляд, по-британцу сейчас – это необходимость удерживать короткие позиции. Жаль, что у нас не было с тобой возможности именно выйти в эфир чуть пораньше, когда я поставил для себя очень хорошую отложку войти в рынок с отметки 1.2340. То есть сейчас, можно сказать, эта отложка сохраняется. Сделаем так. Это селлимит будет с уровня 1.2350. Лучше так. Я вижу очень хороший потенциал для дальнейшего снижения. Я вообще, в принципе, считаю то, что риска, евро и фунт, они как активы имеют очень хорошее возможности для развития нисходящей динамики. И здесь я, опять же, цепляюсь за то давление, которое должно прийти со стороны доллара, особенно в свете последних данных по non-farm payrolls. Надеюсь, то, что тебе удалось удачно поторговать в пятницу по факту выхода статистики. Фишка в чем? То, что данные, они оказались крайне разочаровывающими. Они, собственно, подтвердили самые мрачные прогнозы касательно того, что происходит с американской экономикой. Дальше будет еще хуже. В этот четверг уйдут заявки на пособие по безработице. Мы там увидим еще дополнительный прирост безработных в миллионах на 5-6. Американская экономика, очевидно, уже в рецессии. Причем прецедентов в истории мы не найдем. Кто-то скажет, что примеры были Великая депрессия. Ну, я отчасти только соглашусь с этим. Я думаю, что на самом деле гораздо хуже сейчас обстоят дела. Поэтому впереди у нас обязательный рост доллара, который будет отыгрываться против риска. По фунту здесь можно еще руководствоваться идеей не только укрепления позиций доллара, но еще и слабым фундаментом в пятницу вышел отчет по активности в сфере услуг. Как и ожидалось, рекордное снижение. В целом британской экономики вообще не на что сейчас рассчитывать и надеяться. И вот недавно я очень интересную статью прочитал по поводу того, сколько экономики теряют сейчас на коронавирусе. По фунту эти потери больше 4 миллиардов фунтов в день. И вот последние новости, они в частности стали причиной значительного ослабления фунта, скажем, на ночной сессии. Это после того, как появились сообщения о переводе в интенсивную терапию Джонсона. Подхватил он коронавирус, и очень тяжело он переживает сейчас эту инфекцию. Вообще сейчас в плане политики протокола нету, как действовать, если что-то случится. Будем надеяться, что все будет хорошо с Джонсоном. Но в частности сейчас факт остается фактом. Мы говорим не только о слабой экономической ситуации, но и о росте политической неопределенности. Даже вот поддержал, опять же, твой технический тезис того, что очень сейчас открываются хорошие возможности для отработки коррекции и уже развития нисходящей динамики. Я думаю, что действительно снижение может пойти, поэтому в принципе предлагаю ориентироваться на уровень 1,20 или чуть повыше. И что касается нефтянки, здесь все о том же. Мы ждем заседание ОПЕК, оно должно было состояться еще вчера, но перенесли. Есть очевидные разногласия между Россией и Саудовской Аравией. Я не верю в эту сделку, потому что я вообще не вижу никакой возможности, чтобы к ней примкнули Соединенные Штаты Америки. В Штатах нету какой-то общей единой правовой базы, в результате которой, используя которую, можно было бы обязать американских производителей снизить нефтедобычу. Поэтому я не верю в соглашение. Почему? Потому что Россия и Саудовская Аравия не возьмут никогда на себя только лишь снижение на 10 миллионов. Это очень много. Если США и вовсе не поддерживают эти инициативы, договоренности, то, соответственно, сделки вообще не будет. Ну и что касается оптимистичного сценария, если таким-то чудом все-таки о чем-то договорятся, этого все равно будет недостаточно, чтобы решить проблему с тем падением спроса и сбытком предложения, который был накоплен. Потому что при самом оптимистичном сценарии речь идет о возможном снижении предложения на 10 миллионов, при этом избыток предложения сейчас превышает 20 миллионов. Поэтому по нефтянке я вижу очень хороший уровень селл-стопа продажи с отметки 33.40 и как минимум можно будет ориентироваться на снижение в район 37. И развязка по нефтянке, я думаю, что случится уже до конца этой недели. Денис, большое тебе спасибо за твою точку зрения, свое я тоже вроде бы как аргументировал, теперь осталось дождаться отработки наших идей, но увидимся в следующий раз уже в четверг, как и всегда, с новыми торговыми позициями и с, возможно, новыми аргументами, которые можно будет конвертнуть в возможность. Спасибо, Денис. На связи. Спасибо, и теперь, Артём, все тогда до четверга. До четверга. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok